После этой подкормки морковь попрет как на дрожжах. Это очень важная подкормка, которую нужно провести с морковью в июне, в июле. Особенно, если у моркови есть проблемы с ростом. Ведь без подкормки морковь всегда растет очень медленно. И чтобы морковь активно поперла в рост, в этот период ей очень не хватает этой подкормки. Чтобы ботва не болела и морковь выросла у нас как на обложку журнала. Обязательно ей нужно внести следующую подкормку. Это обычная зола. Но тут есть хитрость, которую мало кто знает. Важно соблюсти ее дозировку. И дозировка для подкормки моркови, именно золой, следующая. Она готовится таким способом. Берется 2 стакана золы и заливается 1 литром кипятка. И в таком виде нужно дать постоять около суток. Затем этот литр смешивается с 4 литрами воды. Можно еще добавить пару капель марганцовки. Влить в лейку и обильно увлажнить почву. Также эта подкормка отпугивает морковную муху. Был рад поделиться полезной информацией. И спасибо, что подписываетесь на наш канал Сад Огород Про. До скорых встреч!